я готов может прописать как раз не сказал нагреть утреннюю подводку записать а я думаю хочу сказать оказывается было утро очень насыщенным да не пилис во-первых ну дождь дождь это фигня короче мы утопили коптер слава богу нашли азимут по которому в общем-то этот коптер упал зацепился за провода высоковольтную упал вниз в воду мы с дениса минут 15-20 шарились ногами спасение спасение квадрокоптера короче денис нашел утопил и нашел сам молодец мэр мэрик 2 кстати друзья скоро на авито новая не летала ничего только из даже коробка сохранилась три батарейки к отличный ну денис молодец нашел утопил нашел все прекрасно позвонили друзьям которые коптеры поставляют сказали что ребят надо сделать вот такие процедуры ну вот и соответственно визите в москву привезем посмотрим расскажем что было как было мэри конечно 2 жалко ничего теперь к нашему сегодняшнему плану на самом деле отделе дождевики отдельно все что есть теплая температура довольно серьезно снизилась нам сейчас эти 112 где-то 115 километров примерно до шлюза дальше мы шлюзуемся в городе волхов или волхов не знаю да и соответственно дальше пилим по нашему плану выбираем либо маршрут а который мы с утра обсудили на салфетке либо маршрут б который тоже обсудили на салфетке все великие дела как это либо с гаражей начинаются вот либо на салфетках в общем то мы начали из гаража из салфетки должно все получится давайте смотреть первый день принес массу впечатлений проход или менее волна в общем проблемы с лодкой которые решились в принципе слава богу легко и без всяких заморочек не пришлось никуда ехать второй день будет я думаю более удачный и не менее впечатлительный думаю что все будет хорошо вчера был интересный день собственно удалось воочию видеть преимущество лодки класс рип над корпусником мы собственно шли в пятьсот двадцатом рибе на ребят шли сорок шестой волжанке но со стороны мне их было немножко жалковато они были насквозь мокрые а мы при этом были абсолютно сухие да на больших волнах подкидывал немножко била ну все так терпимо вот я думаю что им пришлось гораздо тяжелее без приключений обошлось собственно там у ребят консоли по отвалились у нас рейлинг открутился но так в целом волну прошли хорошо а здесь уже потом как зашли в город и в речку в целом все все было вообще великолепно сегодня если честно полная неизвестность непонятно какая погода с утра был дождик будет он еще или нет неизвестно вот на всякий случай сразу надели дождевики но будем смотреть не знаю есть два варианта маршрута по какому пойдем тоже непонятно интересно посмотреть шлюз как это сам ни разу не шлюзовался олег николаевич пара слов о своем продукте его нашим путешествия консоль особенно скрутилась консоль у меня вернее отвалилась от палубы консоль была прикручена на маленькие саморезы мы все устранили прямо на ходу в остальном принципе все неплохо с китайским мотором проблемы перестала работать трим автозапуск теперь только дергалкой а так все отлично командую сегодня 400 навигатором единственный в нашей когорте больших лодок комплект нерегистрат оказался достаточно уверен особенно на волне со скоростью 20 километров в час ушел волна была наверное больше метра я думаю достаточно интересно посмотреть как происходит процедура шлюзования на нерегистрированных судах но собственно говоря сегодня об этом узнаем шлюзовался когда нибудь нет страшно не а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 из нержавейки цепочка отваливается просто говно печаль ну ладно мы переживем надо подбирать компоненты правильно так друзья ну что мы находимся в городе волхов волхов и за как правильно значит у нас впереди точнее так у нас позади примерно два с половиной часа ходу даже 245 примерно 112 километров и сейчас у нас впереди процедура шлюзования постараемся показать как это делается на самом деле на этом шлюзе мы в первый раз пятью лодками одна лодка пойдет пыжом значит все лодки которые не регистрат они не могут скажем так сами проходить именно шлюзовую камеру и эти лодки мы будем подвязывать по те которые зарегистрированы скажем так час номера связь с базой ну и в общем-то стандартной процедуры который следует там в шлюзовой камере то есть жилеты обязательно себя одеть кранцы швартовые канаты в общем то все это мы уже показывали в нашем ролике когда мы ходили в поход на город мышкин ну я думаю что вот здесь вот сверху мы справа разместим это видео как раз кому это будет полезным посмотрите и все еще друзья вообще на самом деле вот эти последние два стола часа ну так относительно тоскливы конечно прошло вообще погода немножко стала получше дождя слава богу не было всю эту дорогу ветерочек все лодки шли где-то покушали где-то чаю попили где-то отдохнули посмотрели красоты местные которые на реке волхов находится очень действительно красиво классные берега и такие тишина очень много людей которые отдыхают на реке в это время года это август месяц 22 года вот здорово классно нарядно красиво желаю вам таких же путешествий как и нам а мы шлюзоваться поехали навигатор 460 портовой номер а о 01 11 трус 47 дунаев олег николаевич он же владелец верно хорошо камеру готовит видео наверное я не знаю какую что а а а а а а а а Цепляемся за переднюю утку Здесь делаем Либо петельку небольшую Либо просто накидываем сюда И дальше через швартовую утку продеваем Тот же самый наш швартовый канат Это получается плавающей конструкцией И дальше мы отталкиваемся Багром от стенки Для того, чтобы не поцарапать борт Все, больше в принципе ничего нет То есть все довольно просто Сейчас последние ребят закончатся Все готовы? Жилеты одели все? Мы готовы к швартовке Готовы шлюзоваться Всем внимательнее следите за швартовыми Начинается ображение камеры Да ты там толкай, Сань Слушайте, ну вот что радует Я, конечно, не знаю Но как это, наверное, близость Как это сказывается? Близость к культурной столице Все-таки здесь Отличный нормальный бетон Не то, что в угличе Которые там Арматуренные торчат Хотя, в принципе, мы, конечно, не опустились Не знаю, сколько здесь 8 метров, там, 6 метров Пока даже не представляю, да? Но пока вот все очень прилично И бетон прям идеальнейший Может отсутствие, как это, грузовых барж Пофигистов, кораблей каких-то, да? Ну, классно вообще, нарядно Все здорово Мы пошли вниз Тихо, спокойно, медленно Камера опорожняется Шлюзуемся Прикольно Жалко, конечно Копки, да, утопили Да Ну, так она быстренько идет Достаточно Прикольно Продолжение следует... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 плит и уже по метр двадцать, мне подсказывают потомственные строители, то есть 8 по метр двадцать, да? 2, 4, 6, 8 плит по метр двадцать, получается... Сколько уже ушло? Если ориентироваться по плитам, а они скорее всего метр, да, то мы на 9 метров. Ну, абсолютно маленько. То есть нам еще 2. Блита больше, чем метр, я думаю, что у нас внизу. Я думаю, что плита может метр двадцать как раз так получается. А, ну да, больше метра, да, вот она же прямо передо мной. Ну да, наверное, все уже, мы отшлюзовали, скорее всего. Сейчас еще чуть-чуть и все. Так, ну что, у нас открывается дорога в Нарнию, ворота, дверь в Нарнию. Все открылось. Да и мы пошли дальше. Куда-то зачем-то, короче, мы пошли. Сим-Сим, открой сюда. Свободу Юрия и Деточкина. А это что за толпа туристов, удивленных сверху? Део утренний воздяг в жизни вашем. Продолжение следует... 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 так что друзья мы после волхова шлюза дошли до старого ладожского канала на самом деле вот там вдали ладога красивейшая огромная практически такая очень коварная коварное озеро отсюда вроде все стабильно но на самом деле мы посмотрели погоду там ветер более пяти метров в секунду порыва до 12 поэтому на самом деле на таких мелких лодках как у нас ну в текущей обстановке мокнуть не очень хочется мы конечно можем пройти эти 40 километров но похоже мы пойдем по плану b то есть мы заходим сейчас старый ладожский канал по прямой и спокойно идем 12 километров до реки сясь где фактически нам будем подниматься сейчас посмотрим какие красоты еще вдоль этих вдоль этого канала это канал как раз сделан для того чтобы люди не выходили в ладогу не делали вот такой вот там большой маршрут не налетали на камни его специально выкопали очень много лет назад честно говоря не помню сколько может быть там больше ста или 200 не знаю когда может и 300 на все погуглить вот ну в общем он спокойный безопасный для таких лоды как у нас и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сегодня продолжили движение по речке Волхов Дошли до шлюза Шлюзовались Было очень интересно Я шлюзовался первый раз Такая процедура достаточно интересная Кто не пробовал, обязательно попробуйте После речки ПВ, после шлюза продолжили дальше движение Наверное часа, может полтора-два мы еще шли Ушли в канал Канал маленький Неглубокий Очень интересно В целом, вообще пейзажи сегодня были достаточно интересными Церквушки проходили Несколько каких-то яхт-клубов Много народа на сапах видели Ну, такой разгрузочный день Волн нету Собственно, вода спокойная Не прыгали, не дергались Шли, наслаждались пейзажами Речкой Собственно, лодка с мотором Ну вот Сейчас дошли до речки Сязь Здесь, собственно, вышли на берег Сейчас будем поднимать лодки Поедем на место следующей дислокации к вечеру Вот мы совершили пробег Эльмень-Волхов Сязь на Рибах Для меня, наверное, был такой первый опыт Именно мы сразу на 120-м Рибе Попали в довольно-таки сильную волну На Эльмень Был даже немножко, наверное, шокирован Никогда не забывайте устанавливать рейлинг И рейлинг, чем больше, чем надежнее он прикреплен Тем 100%, если не водитель, но пассажир Точно скажу спасибо во время огромных вул Достаточно комфортно Идет под мотором 50 сил 40 сил, 4650-й у нас Риб был Все вполне комфортно Казалось бы, комплект полностью собран Но, к счастью, познается в мелочах Все же мы прошли два дня на этих водках И хотелось бы добавить Какой-то, наверное, рунбук был бы полезен под рулем Можем сделать выдвижной сверху, чтобы было Добавить какие-то ручки, подстаканники Всегда кажется, что вроде собрано Но каждый раз хочется что-то добавить для себя Поэтому нужно больше находиться на воде Больше пробегов И дорабатывать непосредственно под себя каждый комплект Был мой первый опыт таких длительных путешествий с папой Я могу сказать от себя, что я очень сильно устал Потому что не привык я сидеть так долго на одном месте Вот, и я бы добавил в волжанку обязательно сидение с изголовьями Потому что мне как пассажиру было некомфортно постоянно Вот, что у меня висит шея Вот, очень длительное время И, например, если есть возможность Я бы добавил еще какую-то музыкальную систему Потому что колонка, конечно, хорошая Но полноценная акустическая система была бы еще лучше Друзья, вспомнил очень важный момент Который хотелось бы отметить РИП-520 в принципе собран и укомплектован Ну, скажем так, минимальный набор Его достаточно Длительные переходы, скажем так Волна какая-то большая, конечно Вносит свои коррективы в компоновку лодки И сюда очень много чего можно добавить Более того, консоль это позволяет Например, нам очень сильно не хватало рундука Для каких-то вещей, например, смартфонов Пока шли в волну, лодка, ну, немножко забрызгивала все-таки Периодически, скажем так Накрывала достаточно сильной волной И, ну, телефон элементарно положить было некуда Кармашки под какие-то мелочевки Тоже, казалось бы, такая мелочь Но она очень нужна и необходима Когда у тебя много вещей, много людей в лодке У каждого есть какие-то, ну, скажем так, мелочи Кто-то что-то взял поесть Там, я не знаю, там, чипсы-орешки какие-то, еще что-то И их элементарно некуда положить А когда тебя еще вот так вот колбасит Все это, ну, надо держать либо в руках И при этом еще самому держаться Вот, то есть я бы добавил в лодку как минимум рундука По-хорошему, наверное, и два Вот, увеличил бы как-то пространство для скраба, да То есть как-то что-то продумать, систему именно компоновки лодки В плане вещей Куда-то их положить, чтобы это не намокло Чтобы это оставалось сухим И, ну, как бы дальше, придя на какую-то нормальную воду Можно было достать, там, переодеться, я не знаю, утеплиться Или, наоборот, может быть, раздеться Отличным решением было положить в лодку ящик и рисбокс Он достаточно вместительный Туда поместилось у нас несколько пакетов с провизией И, ну, какие-то личные вещи По-хорошему, наверное, их можно взять и два, и больше Как-то их закрепить адекватно, чтобы их не болтало Мы, собственно, ими пользовались Все вещи сухие, все хорошо, все удобно Мы, на самом деле, изначально, когда ехали сюда Планировали, что ребята будут меняться Час на одной лодке, час проведут, потом час на другой лодке Час на третьей лодке Короче, все пошло в городе Значит, ничего не получилось Вот примерно все как сели, так, в общем-то, и шли до самого конца Кто-то сказал, что мне в Волжанке комфортнее Кто-то сказал, что мне в Риве, наоборот, комфортнее Ну, вот мы сегодня прошлись, наверное, порядка Мне так кажется, наверное, часов Этак, пяти или шести на лодке суммарно Ну, может, около пяти суммарно, да, так провели Около шести И, честно говоря, с одной стороны, это здорово Такие классные походы Но я порой не понимаю, что делать Вот если идти семь часов в лодке В один маршрут, например, там, сплавляться по реке Да, то есть, что делать семь часов в лодке, я не понимаю Отсутствует интернет Ну, да, музыка хорошо там есть, действительно, ребята сказали Ну, если только накачать себе каких-то там фильмов Там, видеопроектора, там, или как это DVD-проигрыватель или выигрыватель И идти семь часов смотреть на них Потому что, вот, довольно унылый дизайн по этой реке, да То есть, довольно унылой, скажем так, смены обстановки Ничего интересного нет Ну, проходят города, проходят какие-то деревни там Или где-то люди стоят Ну, семь часов вот это вот Ну, не знаю, наверное, это кто-то любит, да Наверное, какие-то путешествия народ любит Что хотелось бы, на самом деле, подытожить После вот этого такого долгого пробега Действительно, на самом деле, в каких-то лодках не хватает высоких сидений Правильно После вот таких пробегов, там, трех, пять, семь, десять часов, два, три, пять дней Ты понимаешь, что бы ты хотел доделать в лодке Если ты этим занимаешься Если, на самом деле, у вас пробеги, ну, скажем так, там, раз в год, там, два-три дня То, на самом деле, а все остальное время вы эксплуатируете лодку, скажем так, в других абсолютно условиях Там, день или два выезда, да То, в целом, я могу сказать, что, в принципе, может быть, с этим можно смириться, это не нужно Мы откалибровали приборы Мы попробовали максимальной скорости В виде у нас есть, опять же, полностью груженая лодка Волжанка 46, на которой мы шли там два дня То есть, у нас получилось четыре человека 60 литров горючки, 60 литров топливный бак Все заполнено, аэратор заполнен вещами Грундуки все битком забиты Все абсолютно полностью, там, лебедка, носовой электромотор 47 километров в час на 15-м винте оборота К-400 Это так, для статистики Ну что, поход завершен В принципе, все удалось, все, что планировали, осуществили Впечатлений масса Удовольствие получили Соответственно, мы сейчас уже собираемся Это наше? Да-да Думаю, что есть определенные недоработки Недостаточно рундуков, на мой взгляд, в лодочке Вещи некуда положить Я бы на будущее, я все-таки думаю, что я себе еще прикреплю парочку сеток Куда можно складывать всякую мелочевку А в принципе, РИП показал себя с самой хорошей стороны Все замечательно Ну, что сказать Пробег был интересный Впечатление, эмоции моря Действительно, что не ожидал Что китайская Хидея, она же Ямер Ну, как бы, проявит себя с самой лучшей стороны По технике, ну, честно сказать, не ожидал Тяга потрясающая Ножка Бигфут, вот эта вот Широкая кавитационная плита Мощный редуктор Для меня была новинка То, что РИБы себя на большой волне поведут вполне достойно То есть, этого мы от них прям, ну, не ожидали Что на таких волнах они выходят Идут по верхам, по гребням волны И экипаж в РИБах был гораздо суше нас Соответственно, вот последствия волнения на Эльмине Ролик сломан Крепеж, якорь, ограничитель, то есть фиксатор Загнут, якорь потеряли Волна была такая, что экипаж держался за консоли Консоли у людей начало отрывать Нагрузки там больше двухсот килограмм Будем, наверное, делать закладные под консоли И собирать с полиуретановым герметиком Чтобы все это схватывало больше точка опоры Электромотор у нас стоял Никуда не отделился Китайский хасвинг Волна метр шестьдесят Мотор на месте Вот, но дополнительно был еще закреплен и стяжкой Вот, шли без якоря Соответственно, мы все целы Волжанка у нас прошла вообще, в принципе, без потерь Ничего не отломилось Ничего не отвалилось Корпус било Волнище жуткое Мотор в порядке Мотор волной сверху накрывало Китай работает Ну и, соответственно, вот он наш прыткий 520 Собственно, очень хорошо шел по волне Когда волна была очень высокая Он начинал выходить на ванночку И брызги отрезать баллон Очень интересно смотрелось со стороны Мы были в куче брызг А он шел как бы по верхам По 46-й у нас сейчас стояло штатное управление И во время длительного перехода Мы все-таки пришли к тому, что Обязательно надо Для длительных переходов Желательно ставить невозвратный редуктор Потому что Постоянно сидишь в режиме Держишь нагрузку на руку Руль пытается убежать Ну что, друзья Ставим практически жирную точку в нашем походе 270 километров мы прошли За два дня Испытали, мне кажется, в таких Тепличных, полутепличных условиях В кавычках И лодки, и людей И своим коллегам показали, в общем-то На что способны люди И техника Нашли проблемы, связанные с монтажом Нашли проблемы, связанные с техникой Вот для чего нужны именно такие Комфортные походы Довольно много для себя нового открыли Мы откалибровали прибор Multitronics Наконец-таки до конца Посмотрели на расход топлива HIDEI 60 Сегодня посмотрели еще раз 270 километров Топливо мы потратили там за определенный период То есть средняя скорость 36 километров в час была у нас Прошли мы суммарно 8 часов всего-навсего пути По технике я бы сказал так Что в целом В целом проблем нет Все моторы работали исправно За не исключением разных нюансов Какой-то мотор там У нас сломалась кнопка трима HIDEI 60 Но опять же Я знаю, что это статистика по этим моторам И это гарантийный случай То есть это все меняется Все делается Приедем, обязательно поменяем И на тот момент, когда вы будете смотреть Это видео мы это точно уже поменяем Плюс ко всему на HIDEI 40 у нас Сломался пульт Ну в общем как бы мотор Где-то питание пропало Во время шторма Но опять же это все моменты Скажем так человеческие Связаны со сборкой Собирались не у нас На нашем Риве тоже были определенные нюансы Но все это вы слышали в этом видео А так моторы все отработали хорошо Как минимум мы находимся сейчас уже на Ладоге База за Строве Это как раз мы пошли по плану Б Про который и говорили То есть между каналами Ладогу раздуло Сегодня раздувает Может быть завтра станет полегче Круто Очень понравилось Всем понравилось Что самое интересное Все испытали такую массу эмоций Все было просто на высоте Как мне кажется Неплохо было спланировано И то, что надо было переночевать В общем-то и лайт такой определенный Но в целом Как бы Грюшерс Было круто Всю информацию мы будем размещать На нашем форуме Прокатите.ру Ссылки под этим видео Конечно же все будем размещать В телеграм-канале наш Прокатите.ру Подписывайтесь на него В телеграм заходите Ну и конечно же На всех источниках Там ВК Оставшиеся там чаты И прочее Если у вас остались Какие-то вопросы И вы например захотите Пройтись таким же Довольно лайтовым маршрутом Из Великого Новгорода До Ладоги А возможно кто-то решит Скажет Ну я пойду еще и назад Дойду до Ладоги Заночую в Новой Ладоге Там можно кстати Там была ПЗСК По дороге Это плавающая заправочная станция Плавающая заправочная станция И вернетесь например назад Те же самый шлюз Заберете машину И увидите например домой Там из Великого Новгорода Тоже классный маршрут Классная идея В принципе я так вчера подумал Что не хватило наверное Одного денечка Как раз на рыбалочку То есть вот выйти куда-то Тихо спокойно Там со спиннингом Где-то что-то порыбачить Или на Эльмине На том же самом На Ладоге Либо где-то в ближайших Там каналах Если где-то что-то будет Все друзья За всем прощаюсь Это было круто Всем пока Подписывайтесь на наши каналы Ставьте лайки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok